Свердловская область Парк посвящен представителям этого этноса. Так выглядит внутреннее убранство чума, традиционного мансийского жилища. Чум — это жилище северных кочевников, собственно говоря, как и жилище южных кочевников, которое называется юрта. Принцип один — должно быстро собираться, быстро ставиться. Манси с давних времен умеют строить чумы. Основа таких жилищ — четыре главные жерди, которые собирают на земле. Их поднимают, а потом укладывают остальные жерди сверху. Металлического кольца в самом верху не было. Оно специально установлено в чуме музея для большей устойчивости. Под конец постройки манси натягивают так называемую покрышку. Покрышка зависит от того, каких животных разводят. Северные кочевники разводят северных оленей, поэтому закрывают свои чумы шкурами северных оленей. Неподалеку от чума стоит сумих. Это небольшой амбар, который манси строит, чтобы защитить важные вещи от надоедливых грызунов. Левая мышь обладает уникальными способностями. Она может залезть головой в любую дырку, тело когда-то дойдет. Она может есть все, что только можно грызть. И самое неприятное — она ходит по вертикальным поверхностям. В результате чего и делают такую избушку на курьих ногах. Вот отсюда наш персонаж, скорее всего, избушка на курьих ножках. И если маленький сумих рассчитан на идолов манси, которым поклоняется народ, то сумихи побольше — бытовые. В деревнях манси складывают в них продукты. Точнее, складывали. Современные манси, которых на территории Свердловской области около 130 человек, пользуются многими благами цивилизации. У большинства из них есть мобильные телефоны, потому что необходимо все-таки общаться между собой. У некоторых есть машины, потому что иногда надо довозить каких-нибудь младших сестер и братьев в школу, допустим, издалека. Есть, конечно же, резиновые сапоги, потому что без них ничего не получится. Конечно, мы многого не рассказали о внутреннем убранстве мансийских жилищ и северных оленях, которые мирно обитают на территории этнопарка. Об этом вы узнаете в следующих сюжетах «Утреннего экспресса». Субтитры создавал DimaTorzok